Веточка начинается. Чем она заканчивается? Кто помнит? Кто знает. Поступи, Олеся Асхатова, сразу после школы в институт и стань очередным психологом, одним из тысячной армии, как она мечтала. Город, вполне возможно, не заметил бы прибавления в своем многочисленном семействе профессионалов. Так что, может, и неплохо, что она, не добравшая баллов на вступительных экзаменах, пошла учиться сначала на художника-оформителя, а потом подвернулся случай, и Олеся попала на мультипликационные курсы, о которых как раз даже не мечтала, потому что уж слишком заоблачной, казалось, мечта. Мне казалось, чтобы научиться снимать мультики, это надо ехать, в лучшем случае, в Америку. Потом вот приехала в Пермь поступать на психолога, не получилось. Случайно попала на художника-оформителя на обучение двухгодичное. И к нам туда пришли с предложением, а давайте мы вас научим мультики снимать. Ну, естественно, я согласилась и побежала, чуть ли не в первых рядах. В общем, спасибо родителям. Если бы не их вклад коровой в отечественную мультипликацию, в противном случае город действительно бы обеднел. Олеся, освоив основы оживления картинки, сначала преподавала искусство создания мультиков в детских садах, а потом перебралась в киноцентр «Премьер», где ей предложили стать руководителем мультипликационной студии. Сегодня, например, она занимается с семьей, которая приходит к ней в течение нескольких лет. Сначала это был один малыш, потом подрос еще один, а потом, когда родился третий, вполне логично, что он, когда подрос, присоединился к братьям. Только представьте себе, сколькими умениями нужно обладать, чтобы в конце концов получился мультфильм. Это ведь только звучит несерьезно. Мультик. Подготовительная работа не шуточная. Сначала пишется сценарий истории, тщательно изучается эпоха, в которой происходят события, и уже только после этого рисуются декорации и создаются герои. Поскольку ученики, страстные поклонники мезозойской эры, их нынешняя работа посвящается именно ей. Мы ходили в музей пермских древностей, чтобы посмотреть эти отпечатки настоящие на камнях, как это все выглядело. Оживлять неживое, вдыхать жизнь в персонажа – это, конечно, безусловное чудо. Но горло перехватывает не от того, что происходит на экране, а что творится за его пределами. Дети радуются, может быть, очень бурно, шумно как-то. А вот когда взрослый человек радуется, видя свою первую анимацию, у меня пару раз было такое, что от радости взрослого человека, от того, что у него там что-то получилось, у меня мурашки бежали. И вот иногда кажется, что только ради таких мурашек и стоит заниматься любимым своим делом. На занятия Олесе является со своей девятимесячной дочкой. Теоретически можно было бы, конечно, отсидеться дома в декрете, но несколько дней без учеников и мультипликационной студии в премьере, и ей кажется, что у нее отобрали одного из ее детей. Именно поэтому дома в квартире у нее тоже студия. Попроще, где они уже вместе с сыном и его друзьями занимаются мультфильмами. Этот сценарий ее авторский, и в нем она вся как на ладони. Опять же, в деревне живет семейная пара, занимаются сельским хозяйством. У них есть некоторое количество животных. В какой-то момент на них нападает чудище. Есть тоже из Лего огромный-огромный скорпион. Мужчина, значит, хватает там свое оружие, мечи, палки всякие, арбалеты, что там у нас еще есть, топоры разные, и защищает, но не получается. А женщина берет большую корзину, подходит к нему с кормом, предлагает ответить. Вот этот скорпион, значит, увидел такое необычное поведение с ее стороны, пробует, ему нравится, происходит волшебство, он превращается в собаку. Свой мультфильм она назвала «Мир, в котором я живу». И действительно, это ее мир, ощущение и отношение к окружающим. Самое замечательное в нем, что любимое дело не поглотило Асхатову, отобрав ее у родных и реальной жизни, а стало общесемейным увлечением. Тем самым счастливым, ежедневным продолжение следует. Полина Рифа, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта».